Что стало с имамом Шамилем в русском плену? В 1859 году перевернулась одна из кровавых страниц истории России и Кавказа. После многомесячной осады русские войска взяли аул Гунипа в Дагестане и захватили в плен знаменитого вождя горцев имама Шамиля. Больше четверти века он был одним из самых упорных и неуловимых врагов Российской империи. В начале 30-х годов XIX века Шамиль создал многонациональное государство, в котором были объединены чеченцы, ингуши, шаварцы, сам Шамиль был оварцем, лесгин и представители ряда малых дагестанских народностей. Шамиль сплотил их на основе миридизма, воинствующего направления в иславе, главной идеей которой является священная война с неверными, как долг каждого мусульманина. Шамиль стал самодержавным повелителем, следоточившим в своих руках духовную светскую военную власть, имамом теократического государства. В начале Шамиль был одним из подвижников первого имама Казимулы, поднявшего в 1829 году восстание против российского господства на Кавказе, но во время взятия русскими войсками в 1832 году аула Гимбра Казимула был убит. Его преемник Гамзат Бека тоже продержался недолго, пол жертвы межплеменных разборок, и тогда верховный авторитет среди миридов борцов за веру перешел к Шамилю. Он обосновался в ауле Ахульго и дал начало новому витку борьбы народов Кавказа за независимость. Шамиль искусно пользовался дипломатическими методами, в первые годы правления ему удавалось путем переговоров удерживать российскую администрацию от военных действий. Когда же в 1837 году русские войска все-таки взяли Ахульго, Шамиль согласился присягнуть на верность российскому императору. Однако полученную таким образом мирную передышку Шамиль использовал для укрепления своей власти и консолидации сил горцев с целью возобновления противостояния. В 1839 году русские войска опять захватили Ахульго, но Шамиль сумел скользнуть. Российские власти посчитали его дело проигранным и не стали его преследовать, и вновь просчитались. Обосновавшись на этот раз в чеченском селении Дарго, Шамиль в 1842 году отразил наступление русских, а в 1845 году, когда Дарго все-таки пал под надежском соединении императорской армии, наши войска при отходе попали в засаду и были уничтожными рядами. Последующие 12 лет были пиком политического могущества Шамиля. Власть имама простерлась на весь город Дагестан, Ингушетию, Чечню и некоторые северо-западные районы нынешнего Азербайджана. В своем государстве Шамиль неуклонно устанавливал порядки в соответствии с шариатом. Он умно укреплял собственную власть, а чтобы предотвратить сепаратизм, разделил на местах военную и судебную власти. Шамиль обладал широким политическим кругозором. Во время Восточной войны 1853 по 1856 года он пытался найти союзников в лице Турции и Англии, просил у них помощи оружием и деньгами, но не получил ее из-за трудностей сообщения. Завязал Шамиль отношения с борцами за независимость над Западным Кавказом, черкесскими племенами. Только после окончания Восточной войны Российская империя смогла вернуться к окончательному завоеванию Кавказа. К тому времени власть Шамиля переживала кризис. Многим горцам не нравились порядки за Вадимом Шамилем. Произвол его кади, судей и наибов, военных губернаторов, Вадима имамом, непривычные налоги на борьбу с неверными. Некоторые племенные авторитеты испытывали все больше желания замириться с Российской администрацией на условиях сохранения своего традиционного положения. Шамиль становился труднее контролировать своих соратников. На время Шамилю все же удалось сплотить горца перед лицом возобновившегося наступления русской армии. Но когда весной 1859 года императорские войска под командованием генерала от инфантерии Барятинского обложили ГУНИБ, Шамилю оставалось либо погибнуть, либо выговорить себе почетные условия сдачи. Однако Шамиль затягивал переговоры, тогда Барятинский 25 августа 1859 года двинул свои подразделения на штурм ГУНИБа, и Шамиль был захвачен в плен. Российская империя милостиво относилась к своим побежденным врагам. Кроме того, пример уважительного обращения с Шамилем должен был побудить других вождей горского сопротивления, прекратить борьбу. С Шамилем были оставлены государственная казна, превращенная им в личную, и его гарем. Он также получил обещание, что в дальнейшем ему будет предоставлена возможность совершить паломничество в Мекку. Шамиля поселили в Калуге, где царское правительство взяло на него в арену роскошный дом местного помещика Сухотина. Знатному пленнику была выделена пенсия из российской казны в размере 15000 тогдашних рублей в год. Его принял и беседовал с ним сам оператор Александр II. Шамилю было позволено ездить в Россию. Он с интересом наблюдал за новшествами технического прогресса, входившими тогда в жизнь. Железные дороги, пароходы, телеграф. Восхищался огромными камерными зданиями, храмами и т.д. Говоря, что под конец жизни он выразил сожаление, что так долго боролся с белым царем. В 1866 году в годовщину своего пленения он торжественно принес присягу на верность в российской коронии. В 1870 году Шамиль совершил паломничество в Мекку, где, как и предсказал, скончался на следующий год. Его похоронили в Медине. Шамиль явно не прогадал никогда воевал, никогда сдался в плен. Он получил от жизни все – богатство, власть, почитание, священную о нем память народов, которыми правил. А вот конец жизни убратьев только власть, получил уважение от победившего его противника.